Они считали, что если они погибнут, то погибнут. А если их картины погибнут, то это плохо. Там были и крестьяне с вилами, и еле-еле они убежали из своего имения. Моему деду Адриану Ивановичу в то время было 10 лет. И в 10 лет уже человек всё помнит и всё соображает. История города История города – это не только рассказы о его победах и поражениях. История города – это прежде всего человеческие судьбы. Такие истории кажутся слишком личными. В них не хватает обобщения. Они тихие, без фанфар и реквиема. Но постойте. Самые главные вещи всегда говорят шёпотом на ушко. Самые важные вещи часто пылятся на антресолях, хранятся в старых фотоальбомах, спрятаны в дневниках и блокнотах. Известная историк и искусствовед Евгения Гершкович сумела расположить к себе героев и вытащила эти истории с антресолей, те самые предания, которые обычно рассказывают шёпотом. Толстые, Ланцере, Хрущёвы, Ассы, Драгунские, Ефимовы. Это не просто семьи, это соль нашего города. И из этих маленьких семейных преданий и складывается главная история Москвы. История с большой буквы. Яков Миронович Симонович, 1840-1883 год. Детский врач, педагог дошкольного воспитания, издатель, основатель первого в России детского сада. Аделаида Семёновна Симонович, 1844-1933, урождённая Бергман, педагог, издатель, первый российский теоретик общественного дошкольного воспитания, основатель первого в России детского сада. Валентина Семёновна Семёновна Серова, 1846-1924, урождённая Бергман, первая в России женщина, профессиональный композитор, жена композитора Александра Серова, мать художника Валентина Серова. Нина Яковлевна Семёнович Ефимова, 1877-1948, дочь Аделаиды и Якова Семёновичей, живописец, график, создатель Театра кукол и Теневого театра, автор книг, в том числе записки Петрушечника, воспоминаний о Валентине Александровиче Серове. Иван Семёнович Ефимов, 1878-1959, скульптор, график, создатель Театра кукол. Адриан Иванович Ефимов, 1907-2000, сын Нины Яковлевны Семановича Ефимовой и Ивана Семёновича Ефимова, гидрогеолог, публикатор Семейного архива. Дмитрий Коваленко, правнук Ивана и Нины Ефимовых, выпускник МГУ, бизнесмен. Екатерина Коваленко, выпускница МГУ Исторического факультета, отделения История искусства. Защитила диплом на тему Театр движущихся скульптур Семанович Ефимовой и Ефимова. Начать стоит с Бергманов, державших лавку в Москве на Рождественке. Они торговали ваксой, синькой, помадой и другими колониальными товарами. Бергману было три дочери – Софья, Аделаида и Валентина. Значит, Валентина младшая, она с детства проявляла склонность к музыке, играла на фортепиано, окончила, значит, училище, потом консерваторию в Петербурге. И она вышла замуж за композитора и ее учителя Александра Николаевича Серова. Соответственно, у них родился сын Валентин Серов. Валентина Семеновна рано обдавела, и вообще она большей частью занималась общественной деятельностью, организацией концертов. Потом она была первая русская женщина-композитор. Аделаида Семеновна Мергман, моя прапрабабушка, они увлекались народническими идеями, посвятили себя педагогике. И они с мужем, Яковом Мироновичем Семеновичем, у них была идея в Швейцарии организовать школу для детей-иммигрантов. Они поехали в Женеву, там даже они встретились с Герценом, рассказали ему все это о своих планах на жизнь, но он им посоветовал, наоборот, вернуться в Россию и организовывать вот это образование, народное образование в России. Ну, они, собственно, набрались опыта в Швейцарии и действительно вернулись в Россию, и в Петербурге они организовали первый детский сад, и потом школу, и, собственно, всю жизнь этому посвятили. И у нас есть дома книжки, написанные вот Аделаидой Семеновной по детскому воспитанию. У них родилось шестеро детей. Дочки Мария, Надежда, Варвара, Аделаида, сын Николай, потом Нина, младшая, моя прабабушка, и была еще приемная дочка Ольга Трубникова, которая потом стала женой Валентины Сервовой. Старшая дочь Маши Семенович позднее стала моделью для знаменитого Серовского портрета «Девушка, освещенная солнцем». Потом Мария уехала в Париж учиться скульптуре у Марка Антокольского, вышла замуж из психиатра Соломона Львова и приняла французское поддонство. Портрет Марии Семеновича был написан в Домотканово. Это имение купил Владимир Дервис, художник, ставший мужем Надежды Яковлевны Семеновичей. Дервис много лет гостеприимно давал приют членам большого семейства Семеновичей, а также Валентину Александровичу Серову, своему сокурснику по Академии художеств. В Домотканово Серов написал «30 с лишним полотен». Практически есть портреты всех сестер, которые он делал там. И там же моя прабабушка, Нина Яковлевна, она начала заниматься тоже живописью. Ну, вот под влиянием Валентина Александровича. И он следил за началом ее творчества и всячески ее поддерживал и одобрял. За развитием творчества младшей сестры Нины Серов следил внимательно, давал ей советы и все время призывал рисовать. На одном еще детском рисунке Нины сохранилась его помета. «Одобряю. В.С.» Валентин Серов рисовал кузину Нину. Есть карандашный портрет 1894 года, где рукой художника написано «Плутовка Нина». Впоследствии во время войны Нина Симонович напишет замечательную книгу о Валентине Александровиче Серове своем двоюродном брате. И это будут, пожалуй, лучшие воспоминания о замечательном художнике. Нина Яковлевна, помимо живописного, обладала уникальным писательским даром. Моя прабабушка Нина Яковлевна окончила Московское училище военной изотчества, где она познакомилась с Иваном Семеновичем Ефимовым, моим прадедом, и скульптором. Нина Яковлевна была старше на год Ивана Семеновича, но он сделал ей предложение, и это не было никаким препятствием, как она предполагала, для их свадьбы, которая тоже прошла в Домотканово. Остались фотографии с этой свадьбой. Потом они, Нина Яковлевна с Иваном Семеновичем, вместе поехали в Париж для продолжения образования. В Париже они сняли «Лешапель», это недалеко от дома инвалидов, которую они использовали как мастерскую. И в этой мастерской они шутили, что сдавали угол Серову. Именно в этой мастерской была написана Ида Рубинштейн. И в этой мастерской они, помогая Серову, расписывали занавес для Шехерезады в постановке Дягилева в русских сезонах в Париже. В то время уже с ними в Париже был мой дед Адриан Иванович Ефимов. Скульптор Иван Семенович Ефимов, ученик-академик Сергея Волдухина, был дворянином. Свою родословную он ввел от первого русского банкира и крупнейшего благотворителя Прокофия Акинфьевича Демидова, внука возвеличенного Петром, оружейника Никиты Демидова, это пятая колена от Прокофия Демидова по женской линии. Мать Ивана Ефимова, Александра Карловна Путин-Поль брала уроки у Карла Брюлова. В нашей семье хранится большой архив Демидовых, включая портреты предков по этой линии. И до сих пор маму мою, как последнюю из взрослых представителей этого рода, приглашают на демидовские мероприятия, чтения. Вообще, мы издали несколько книжек про бабушку, про дедушку, в том числе и письма, их переписка во время Первой мировой войны. Ефимов пошел на фронт, поскольку считал, что каждый порядочный человек должен принять в этом участие. Он пошел на румынский фронт, в артиллерийскую батарею, где был, ну, раньше не было ни этих аэросъемки, и просто он был разведчиком. Они зарисовывали вражеские позиции для помощи артиллеристов. Ефимов писал, Нина Яковлевна, с фронта, она ему туда, назад. И в этих письмах удивительно то, что, ну, вот война, она была как такой адвенчур для Ивана Семеновича, потому что они, ну, сидели на дереве, на дубе, смотрели вдаль, значит, на расположение позиций вражеских. По той живописной благости, звучащей в письмах Ивана Семеновича с передовой, не сразу догадаешься, что рядом идет бой. Я пошел недалеко к хорошей старой дубовой рощи, которая надета на одном из холмов. Над головой иногда раздается шелковистый шелест проносящейся бомбы, и через некоторое время проносится обратно глухой звук разрыва. Наша батарея пристреливает цели. Ночью слышны были пулеметы, и выстрелы красиво звучали почему-то, точно что-то упругое лопается. Вчера я рисовал панораму, и нарисовал цветными карандашами, благо у них красивая роща. А в это же время в письмах Нины Яковлевны на фронт она описывает жуткие события 1917 года, когда там были и крестьяне с вилами, и еле-еле они убежали из своего имения, и, в общем, всякие такие ужасы того времени, как по Москве она ходила, она вся простреливалась. И меня больше всего поразило, что моему деду Адриану Ивановичу в то время было 10 лет. И в 10 лет уже человек все помнит и все соображает. И что, как вот это он маленький, все это переживал. Вот это меня поразило в этих письмах. Нина Яковлевна в этот момент разрывалась между Домотканово, где находился сын Адриан, и Москвой, где в театре «Кабары летучие мыши» у Никиты Балиева она делала постановки Теневого театра. Вернувшийся с войны Иван Семенович Ефимов подхватил инициативу. Вместе они создавали первый в России театр кукол и театр теней с литературным репертуаром. Кукла и силуэт стали главной составной частью спектакля. Моя прапрабабушка Нина Яковлевна Семенович Ефимова во время войны отошла от занятий живописью. Ей казалось, что ничего стоящего, ничего нового в этом она уже не может придумать. И она начала заниматься театром. И в последующем они с Иваном Семеновичем, с ее мужем занимались кукольным театром. Театр Ефимовых это народный театр. Когда у них появилась эта идея, был открыт первый московский кукольный театр под руководством Натальи Сад. И Ефимовым там была выделена часть, где они показывали теневые представления и также свой кукольный театр. Нина Яковлевна увлеклась русским петрушкой, которая вместо простецких прибауток стала озвучивать басни Крылова, песенки Беранже и сказки Андерсена. Как актеры Ефимов ходили с петрушками по Москве, где только не играли, в казармах, детских домах, больницах, Петховенском зале Большого театра. За 25 лет они сыграли около полутора тысяч спектаклей. Нина Симонович придумала специальный номер «Танец петрушки в человеческий рост», который сохранился. петрушка издревле был народной игрушкой, и большое количество уличных представлений приходило с помощью петрушки, который надевался на руку как варежка. А в театре Нины Яковлевны и Ивана Семеновича сам герой «Петрушка» выглядит как такая большая кукла ростовая, с которой можно танцевать, и с которой до сих пор танцует моя тетя Екатерина Голицына. Также в театре Ефимовых было стремление сделать куклу живой, сделать ее реалистичной, и так как Иван Семенович бы скульптором, это во многом отразилось на куклах, которые они делали, и они придумали тростевую куклу. Похожая конструкция кукол уже существовала ранее, но им пришла в голову мысль о том, что они могут цеплять трость к локтю, и также и на трость нанизывать основание куклы. Это давало возможность играть сложные представления. Нина Яковлевна написала книжку записки Петрушечника, и она ее писала как руководство для тех, кто хочет этим заниматься, и в этом разбираться. Одна из глав в этой книжке, она там описывает то, как они делают куклу, и она там в начале главы пишет, это глава для тех, кому интересно делать куклу в книжке записки Петрушечника. Она очень много описывает сам процесс работы, свои ощущения, а также свои довольно колкие комментарии про современников, про тех, кто тоже занимался куклой и силуэтом, и порой это очень колкие и очень резкие комментарии в их адрес. Но они всегда очень обоснованы, она всегда очень четко обосновывает свою позицию на этот счет. Адриан Иванович помогал родителям в спектаклях, и он умел обращаться с куклами, и мы уже, я отлично помню, как он уже в 70-е, 80-е годы он сам показывал представление, брал куклу, это был либо Пушкин, либо Робчонок черненький, они, все эти куклы сохранились, они сейчас хранятся у нас в мемориальной мастерской, дед представлял, то есть Пушкин двигался как живой. Интересно то, что за Пушкина они никогда не говорили. Вот за Крылова еще Иван Семенович разговаривал за Крылова, и это всем нравилось. Мемориальная мастерская Ефимовых находится в знаменитом Красном доме в Новогиреево. Перед самой войной Иван Семенович Ефимов заработал хорошую сумму денег. Для сельскохозяйственной выставки он сделал скульптуру Якута, Удмурта и здоровенного быка. Вместе с художником Владимиром Фаворским и скульптором Львом Кардашовым они решили построить дом вдали от городской суеты. Новогиреево тогда было дачной деревенской местностью, и все дома вокруг были деревянными. Сейчас Красный кирпичный дом здесь самый маленький, а тогда в 40-е годы он был самым высоким на Новогиреевской улице. Печное отопление, колодец в дворе. Моя мама даже помнит еще это послевоенный этот дом, когда кругом были просто картофельные поля и деревенские какие-то домики с коровами. и значит этот дом устроен так, что на первом этаже там были мастерские, на втором этаже и на третьем мансардом были жилые помещения. И собственно дом был построен перед войной. Во время войны Ивана Семеновича и Яковлевна не поехали в эвакуацию, поскольку они считали, что если они погибнут, то погибнут, а если их картины погибнут, то это плохо было. Зимой Ефимовы жили у Красных ворот на Садово-Спасской улице 19. Когда-то квартиру там купил Владимир Дервис для своей младшей дочери Лёли Елены Владимировны. Она была музыкантом, но пошла санитаркой на фронт и повредила себе руку. Концертировать она уже не могла. Елена Дервис пригласила Ефимова к себе пожить, предложив две комнаты. Поступила мудро, потому что при уплотнении подселяли чужих людей, а тут близкие родственники. Я эту квартиру отлично помню, поскольку она была расположена недалеко от трёх вокзалов, в том числе от Ярославского вокзала, и то туда к ним приходил Павел Флоренский. Отец Павел Флоренский, поскольку он служил в Лавре, и ему было удобно, иногда он останавливался там на ночь. Опять же, недавно изданная книжка воспоминаний Нины Яковлевны об этих встречах с Флоренским. Туда же приходил писатель Шерген и читал там свои сказки и истории. В эту же квартиру приходила пианистка Мария Вениальна Юдина. Она приходила, чтобы репетировать на рояле как раз Елены Владимировны. В квартире у Красных ворот жил и сын Ефимовых, Адриан Иванович Ефимов. Он вырос на три театра. В 1926 году вместе с родителями он придумал новую конструкцию тростевой куклы. Художником Адриан Иванович не стал. Он считал, что достичь уровня родителей никогда не сможет. Большое влияние на Адриана Ефимова оказал отец Павел Флоренский. Он рекомендовал Адриану заняться естественными науками. И тот поступил в Горную Академию. Потом Адриана Иванович и Ефимова распределили Восточную Сибирь. И он много работал в Якутии. После войны Адриан Ифимов защитил диссертацию, стал известным гидрогеологом, злотоведом и очень много сделал для сохранения изучения творческого наследия родителей Нины Яковлевны Семеновича. Ивана Семеновича Ефимова. У нас дома всегда стояли скульптуры Ивана Семеновича. На стенах висели работы Нины Яковлевны. Это были и портреты, и пейзажи. И у нее живописные отличные работы, как я сейчас понимаю. Потом довольно много... Ну, в Москве самые известные Ивана Семеновича работы это на Северном речном вокзале дельфины, потом дельфины у клубного входа в МГУ. Я, когда учился в МГУ, то пять лет ходил мимо этих дельфинов гордо подняв голову. Потом есть его барельефы на Ленинградском, Ярославском вокзале, на Автозаводском метро и так далее. Потом есть его прозрачные скульптуры около театра САЦ, поскольку они дружили с Натальей Ириничной с детства. Я помню, мы в детстве ходили, еще была жива Наталья САЦ, мы ходили, дед нас водил в театр САЦ, дед нас водил в Образцово, в кукольный театр Образцово. В театре Образцово там целая витрина с куклами ефимовскими. История семьи живописца Нины Яковлевны Симонович Ефимовой и скульптора Ивана Семеновича Ефимова занимает особую страницу в истории отечественного искусства. Каждый член художественного клана достоин отдельной главы. КОНЕЦ СИГНАЛ